Мы читали Деяние 26 главу. Это предложение из истории. Мы читали Деяние 26 главу. Павел выступает в свою защиту. Обычно для него это возможность рассказать об Иисусе. И в конце выступления Агриппа отвечает Павлу. Этот стих есть у вас в записях. Агриппа сказал Павлу, «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Интересный ответ. Павел племенник Агриппа – могущественный и богатый человек. Он смотрит на Павла и говорит, «Ты почти убедил меня». Почти. Трагедия в том, что почти, почти, Павел. Агриппа сказал, что хотел бы услышать больше в другой раз. Но в Писании не говорится о том, чтобы он приходил вновь. «Ничто также не говорит о том, что позже Агриппа передумал». «Я поражен благодатью и милости Божией, которую он дал Агриппе». Он позволил ему встретиться с самым эффективным апологетом того времени, чтобы позволить ему выбрать царство Божие. Но Агриппа сказал, «Ты хорошо поработал сегодня». «Я почти убежден». «Почти, понимаешь? Я хочу перейти на личности». Знаю, что многие в этом зале и за его пределами почти убеждены. Они почти готовы сделать еще один шаг. Возможно, вы стали последователем Христа и даже крестились. Вы начали свой путь, но Бог и дальше дает нам возможности положиться на Него. Часто мы сомневаемся. Если вы почти убеждены сегодня и сидите на месте скептика, то я бы хотел пригласить вас. Есть еще одна часть. Это третья проповедь на эту тему. Другие проповеди были посвящены позитивной стороне этого. Но сегодня я приехал пораньше, и когда шел сюда, то ощутил призыв внутри. Некоторые из нас почти убеждены в том, чтобы сделать нечестивый выбор. Это искушение. Оно бывает со всеми. Это не означает, что вы слабые или плохие, но для некоторых из нас искушение выглядит как верный путь. Я хочу, чтобы вы знали, что это обман. Он приводит к разрушению. Искушение обещает то, чего не может дать. Радости, мир, самореализация или удовольствие. И в текущий момент это может быть правдой. Но обратная сторона будет разрушительной. Если сегодня вы считаете себя скептиком или проходите через искушение, то я хочу призывать вас сделать благочестивый выбор. Эта идея базируется на большей картине. Вера — это не что-то статичное. Вопрос не в том, чтобы поверить в Иисуса, исповедать веру и все. Я закрыл свою палатку веры и сделал все, что нужно для веры. Вера — это нечто динамичное, нечто живое. Точно так же, как трава, которая не остается постриженной, а коровы подоинами, а кровать застеленной, ваша вера не работает сама по себе. Бог постоянно приглашает нас к новым точкам веры. Я приведу вам пример из Евангелия от Иоанна. Иисус пошел проведать своих друзей. Это брат и две сестры, Лазарь и Марфа с Марией. Они были близки к Иисусу, настолько близки, что когда Лазарь заболел, Лазарь и его сестры жили в Вифании возле Иерусалима. Иисус в это время был на севере, в Галилее. И когда Лазарь заболел, сестры написали Иисусу «Приди и исцели нашего брата». Они были близкими друзьями. Но когда Иисус узнает о болезни Лазаря, то намеренно откладывает ответ. Пока к нему не приходит еще одно послание, в котором говорится «Можешь не спешить, Лазарь умер». Тогда Иисус идет к сестрам. И вот он приходит туда. И 11 глава 38 стих говорит «Иисус же», опять, скорбя внутренно, приходит к огробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему «Господи, уже смердит, ибо четыре дня как он во гробе». Иисус говорит ей «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию». Я знаю, что это говорит Иисус, а значит, все должно быть хорошо. Но это совсем не то, чего я ожидал. Это не тот тон или послание, которое я ожидал бы от Иисуса в тот момент. Эти люди его друзья. Они поверили в него. Они поверили, что он Мессия. Они поверили, что он исцеляет больных. Они позвали его исцелить их брата. Но сейчас их сердца разбиты, потому что их брат умер. Иисус пришел поскорбить с ними. Они пришли на кладбище, и тут Иисус говорит «Откройте гроб». А Марфа говорит «Нет, Господи, он там уже четыре дня». Иисус поворачивается к Марфе и говорит «Разве?» «Я не сказывал тебе, что если будешь верить, то увидишь славу Божию». Он бросает ей вызов. Я ожидал, что Иисус обнимет ее и скажет «Я знаю, что твое сердце разбито. Это тяжелый день. Это ужасно. Но мы переживем». Или «Я не думаю, что он плохо выглядит». Это совсем не то, чего я ожидал. Я не ожидал, что он посмотрит на Марфу и скажет «Да ну, я же говорил, чтобы ты верила». Они уже поверили, как и другие. Марфа, Мария и Лазарь верили. Но Иисус призывает их поверить по-новому. Это за пределами их опыта. Это за пределами того, что они делали в прошлом. За пределами всего, что они переживали. Их сердца разбиты. Они не в том положении, чтобы сделать серьезный выбор. Их мучат скорбь. Теперь с ними их друг. Они хотят разделить с ним скорбь. Но Иисус говорит «Нет». Я хочу спросить, а в чем вы почти убеждены? Возможно, вы верите, что Иисус – Мессия, что Он – Целитель, но наши жизни приносят новые вызовы, новые моменты. И все это для того, чтобы научиться доверять Богу и по-новому верить Ему. Потому что приходящий к Богу должен веровать, что Бог есть, и только ищущим Его Он по-настоящему воздает. Вы готовы к этому? Вы хотите этого? Я считаю, что это так. Я хочу поиграть с чем-то сегодня здесь. Знаете, что это такое? Подковы? О, да. Вы были тут, когда я бросал фрукты, взял? Это не лучшая идея. Кто играл с подковами? Вот они, сельские жители. Знаете, игра с подковами хороша тем, что здесь достаточно и почти. Вы зарабатываете очки с помощью почти. Вот почему мы любим играть с подковами. Правда? Вам не нужно быть при этом мастером. Кто из вас играет в теннис? Меньше, чем с подковами. Потому что там почти не работает. Кто играет в гольф? Еще меньше. Игра с подковами для всех. Ведь если вы попали на землю, у вас есть шанс. Если вы попали куда-то, вы в игре. Вы знали, что есть зал славы бросателей подков? Правда, он в Миссури. Я знаю, что он есть. Я там не был, но там бывали друзья. Вы знаете кого-то из зала славы бросателей подков? Я спросил об этом тысячу людей и не получил ни единого ответа. Я встречался с людьми, которые есть в зале славы NBA, NFL. Но если вы попали в зал славы бросателей подков, то никто не знает вас. Потому что быть первым в «почти» я рос среди лошадей, но не видел ни единой, которой подошла бы эта подкова. Это нечто. Смотрите. Если последствия важны, обстоятельства важны, то почти недостаточно. Просто недостаточно. Мне нужно было успеть на важную встречу, и я почти успел на самолет. Мне назначили операцию. Ой. У меня был лучший доктор. Диагноз был хорошим. Все шло как обычно. Я почти пережил операцию. Это плохой день. Я хотел научиться прыжкам с парашютом. И мой парашют почти открылся. Финал будет не лучшим. Правда? Если результат важен, то вам нужно нечто большее, чем почти. Справедливо? Это важно. Я хочу сказать, что когда вопрос касается вещей Божьих, то почти это позиция дефицита. Представьте, какой была бы жизнь Агриппа, если бы вместо того, чтобы сказать «ты почти убедил меня», он стал на колени рядом с ним и сказал «ты помолишься о том, чтобы я перешел то же, что и ты по пути в Дамаск». Вы никогда раньше не видели подковы? Почти. Передайте эти подковы другим. Представьте, что это причастие. Только не пытайтесь съесть. И когда у вас будет подкова, я хочу, чтобы вы спросили нечто у Господа. В чем я почти убежден. Я не хочу поддерживать статус-кво. Суть этой сессии в том, чтобы пригласить Дух Божий в нашу жизнь. Он поможет нам понять, где мы были чрезмерно уверены. У Агриппы было много причин. Он был в лучшем положении, чем узник, которого он слушал. Вы понимаете, как тяжело слушать совет узника? Ему нужно было серьезно смириться. Он сидел с другими влиятельными людьми. И он должен был слушать этого парня. Но он упустил свой шанс. Возможно, Бог приглашает нас к чему-то новому, но наш статус, наши друзья, реакция публики интересует нас гораздо больше. Возможно, нам кажется, что будет легче сделать нечестивый выбор. Нам кажется странным делать выбор в пользу Бога. Грех — это не критика. Грех — это описание неблагочестивого поведения. Мы рождены, чтобы стать грешниками. Мы отделены от Бога. Мы не можем жить рядом с Богом. Нам нужна помощь. И мы не можем обойти это. Не можем купить себе дорогу туда. Мы не можем быть достаточно добры или хороши, потому что созданы для греха. Но на кресте, когда Иисус умирал, Бог возложил на него наказание, которое требовало божественная справедливость за мое безбожие и бунт. Иисус истощил проклятие моего и вашего греха. Мы с вами воскресли для того, чтобы оправдаться. «Словно я не грешил так же, как не грешил Иисус». Можете прославить Господа за это. Иисус сделал за нас то, что не мог сделать никто другой. Аллилуйя! Потому что никто иной не соответствовал. Не было другой безгрешной и совершенной жертвы. Все остальные запятнаны своими ошибками. Иисус принял эту роль, чтобы мы с вами смогли стать частью Царства Божьего. Быть христианином — это не сидеть определенное время в церкви на выходные или читать одну книгу. Суть христианства в отношениях с личностью Иисусом из Назарета. Мы верим, что Он Мессия, Сын Божий, и мы выбираем Его Господом своей жизни. Благодаря этому мы не становимся выше морально. Мы видим нечто сверхъестественное. Что-то меняется внутри нас, и эти перемены касаются вечности. Вот почему Иисус есть путь, истина и жизнь. Он сказал, что никто не приходит к Отцу, как только через Него. Ни хорошие люди, ни церковные люди, ни добрые люди. Иисус есть дверь. Я хочу ободрить вас, чтобы вы верили в это. Возможно, вы думаете, я не критик. Чудо Креста в том, что Он приглашает всех людей, независимо от языка, роста, цвета волос, уровня IQ, социального статуса, дохода. Он приглашает всех к подножию Креста. Это дар Божий всему человечеству. Треть ангелов взбунтовалась против Бога. Треть ангелов. И они были сброшены с небес. Мы не знаем ничего о плане искупления для падших ангелов. На самом деле мы читаем, что они окажутся в вечном огненном озере. Но Бог в Своей милости создал план искупления для людей. И Его зовут Иисус, и я убежден. Почему бы вам не сказать со мною, «Я убежден, что Иисус из Назарета есть путь, есть истина и жизнь». Давайте скажем это вместе. «Я убежден, что Иисус из Назарета есть путь, истина и жизнь. Я знал, что мы сможем». Посмотрите на второе заявление. «Я убежден, что Писания Бога духовенны. Они являются необходимой частью Божьего обеспечения для моей жизни. Мы говорили о том, что вам стоит ежедневно читать Библию». Это не просто вопрос дисциплины или постоянства. Слово Божие — это его обеспечение для вас. Посмотрите на второе послание Тимофею, третью главу. Там сказано все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Чтобы быть совершенными перед Богом и приготовленными к добрым делам, мы должны взаимодействовать с Писанием, Словом Божиим. Библия — это не просто хорошая идея, она полезна. Это часть Божьего обеспечения для нас. Она необходима. Я видел опрос Джорджа Барна. Если вы не знаете, то он проводит христианские опросы. Он десятилетия работает с евангельскими общинами. И в этом вопросе он спросил американцев, как часто они читают Библию. Половина сказала, что регулярно читают Библию, и это хорошие новости. А потом он понял, что на самом деле половина, четыре раза в год смотрят в Библию. Это неплохо, а хорошо. У них есть Библия, хотя бы четыре раза в год они уделяют минутку, чтобы заглянуть в нее. Но четырех раз в год недостаточно для того, чтобы быть духовно здоровым или обученным. Библия дает нам откровения Божие, Его замыслы для нас, и раскрывает Его характер. Это не научная и не историческая книга. Вы можете узнать из нее научные и исторические факты. Но это не ее главная цель. Задача Библии — рассказать нам о Боге-Творце и отношениях, которые Он желает строить с потомками Адама на земле. Вот о чем Библия. Если вы хотите отношений с Творцом, вам нужна Библия. Если отношения с Богом вам не интересны, проигнорируйте ее. Но если вы хотите этого, то не ограничивайте словами проповедника. Вы не узнаете Бога, если будете общаться с Ним по часу выходные. Вам нужна Библия. Но я не понимаю всех слов, я не знаю всех мест, кто называет ребенка Навуходоносором. Я тоже не все понимаю. И сам перечитывал ее несколько раз. Но это не означает, что я забываю об интеллекте, читая Библию. Есть много вещей, которые я не могу полностью объяснить, но которые приносят мне пользу. У меня есть смартфон, я использую его на 10%. Мне говорят, что смартфон может управлять моими расписаниями и предупреждать, если я долго сижу на месте. Я недостаточно умен, но мой телефон знает, что мне нужно встать. Он будит меня утром, играет мне музыку перед сном, передает послания по миру. Я могу говорить с людьми на другом конце планеты и видеть их. Но мне эта штука нужна только для того, чтобы звонить, и все. Вот почему я хожу без шнура. У меня есть смартфон, и я могу звонить. Не знаю, как сделать еще один такой. Если вы дадите мне скрепок и скотчем, я не сделаю вам смартфон. Но я не считаю себя умственно отсталым. Я понимаю назначение. Вот и все. И вы можете не понимать всего в Библии, особенно при первом прочтении. Но она ценна, потому что она открывает характер Божий. Давайте посмотрим послание к Колоссинам, первую главу, 16 стих. Это Новый Завет. И тут есть простое заявление. Им создано все, что на небесах и на земле. Писание говорит, что Бог создал небо и землю. Мы здесь не случайно. И за нами, миром и вселенной, стоит Творец, всемогущий Бог. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле. Видимое и невидимое. Престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. Я считаю, что это чудесная вещь. Ведь если есть Творец, то есть и решение для всех наших вызовов. Есть сила, которая выше всех моих проблем. Когда Библия говорит, что я нахожусь в тени его крыльев, это утешает. Это место безопасности. И мне не нужно отказываться от интеллекта, споря с теми, кто говорит, что мы просто появились случайно. От какого-то существа, которое выплыло из первых вод и пролежало на пляже достаточно долго, чтобы превратиться в нечто лучшее. Мне кажется логичным, что Бог создал небо и землю. Люди говорят, что мы эволюционируем, приспосабливаемся, становимся все лучше и лучше. Но это нарушение одного из принципов физики, который говорит, что энергия переходит из состояния порядка к беспорядку. Все становится лишь хуже. Мне легче верить в то, что есть Бог-творец неба и земли. Это первые слова Библии. Вначале Бог сотворил небо и землю. Если вы принимаете их, то в остальной Библии будет смысл. А если отвергаете, то получаете лишь сборник идей. Я хочу спросить вас, если вы не уверены в том, что Бог создал небо и землю, как вы можете доверять Ему свою вечность? Если Он недостаточно силен для того, чтобы создать этот мир и работать с нами, то как можно доверять Ему свою вечность? Это ведь нелогично. Когда я читаю Библию, то подчеркиваю стихи, в которых Бога представляют Творцом. И мы видим эти послания почти во всех книгах Библии, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Бог — Творец всего. Я понимаю, что есть много идей, связанных с этим. Как Бог сделал это? Я не знаю. Я знаю, что Бог создал наш мир словом. И Бог существовал еще до нашей Вселенной в виде Духа. Я знаю, что это случилось благодаря Слову. Сделал ли Он это за шесть буквальных дней? 24 часа промежутка? Или за более длительные промежутки? Библия не дает нам подробностей. Молодая земля или старая? Я бы с радостью поговорил об этом. Но обе теории базируются на том, что Бог создал небо и землю. Некоторые говорят, «Мне трудно верить с моим образованием, но у меня есть определенное образование. Библия говорит, что знания надмевают нас. Но образование помогло мне поверить в Бога». Когда я понял, что величайшие умы думали когда-то, что мир был плоским, то осознал, что в науке могут быть пробелы. Когда-то величайшие ученые не понимали, что мы передаем генетические характеристики от родителей детям. А теперь достаточно плюнуть в пробирку, и нам пришлют анализ ДНК. Наука — это развивающийся взгляд на мир. Я рад научным принципам, но из них выходит неуклюжий Бог, а Бог — творец всего. Это важно. Если вы отбросили этот вопрос на периферию и решили не заниматься им, я призываю вас сегодня изменить свой взгляд. Это изменит вашу жизнь и веру. Вы будете принимать другие решения и будете лучше готовы к вечности. Не знаю, насколько вы убеждены в этом, и Иисус вернется назад. И Он придет за Своим народом. Он вернется. Я хочу показать всем, что я один из Его, несовершенный. Но я не хочу, чтобы были какие-то сомнения по поводу того, что я с Ним. Я не хочу быть с Ним в воскресенье, а с кем-то другим в пятницу. Я с Ним. Иисус рассказал притчу о сеятеле и поле. И когда пшеница взошла, среди нее оказались плевела. Когда люди увидели это, то испугались. Они спросили, «Нам вырвать плевела?» А Он сказал, «Нет, об этом позаботится урожай. Когда ученики остались с Ним наедине, то сказали, «Мы не поняли». Можешь объяснить нам эту притчу? Иисус сказал, «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнцем, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышат». Мы постоянно видим эту тему у Иисуса. Он вернется назад. Мы хотим быть Его народом. Я не говорю о том, что нужно быть религиозными, сидеть в церкви. Мы должны отдать сердца Творцу всего. Если вы еще не убеждены, начните говорить. «Господь, я бы хотел довериться Тебе. Не отпускайте это, пока не сделаете выбор. Не живите с безразличием». Яков говорит, что неуверенный человек нестабилен во всем. Не откладывайте это на потом, потому что у вас проблемы. Примите решение. Будьте готовы ко встрече с Иисусом. Он скоро придет. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Мы бы хотели пригласить вас на наше служение в выходные дни. Здесь вы найдете множество дружелюбных людей, захватывающие поклонения, удивительные встречи, и вместе будете изучать Слово Божие. Здесь есть что-то для всей семьи. Вы можете прийти в субботу в пять вечера или в воскресенье в восемь и десять утра. Мы находимся прямо возле I-24, и нас легко найти. Вы можете зайти на наш сайт, чтобы найти нас. Присоединяйтесь к нам, мы будем рады видеть вас. Жизнь неизбежно бросает нам вызовы. Однако сила Бога дала нам все необходимое, чтобы ответить на эти вызовы. В серии посланий на четырех дисках «Необычайное обеспечение» пастор Аллен Джексон делится тем, как крест стал якорем Божьей власти над грехом и несет нам надежду и преображающую помощь. «Необычайное обеспечение» «Это наш подарок за ваше пожертвование». Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на наш сайт. Жизнь неизбежно бросает нам вызовы. Однако сила Бога дала нам все необходимое, чтобы ответить на эти вызовы. В серии посланий на четырех дисках «Необычайное обеспечение» пастор Аллен Джексон делится тем, как крест стал якорем Божьей власти над грехом и несет нам надежду и преображающую помощь. «Необычайное обеспечение». «Это наш подарок за ваше пожертвование». Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на наш сайт.